Число хромсея от 3,3,3. Я обещал вам объяснить, по какой причине равно числу 17. Смотрите, здесь все вот эти конструкции, они в принципе были достаточно понятны. То есть берем, рисуем правильный угольник и дальше в нем перебираем вот там на таких расстояниях, на таких расстояниях. В принципе, это в некотором смысле почти нормальный школьник способен до этого догадаться. Задача о числе хромсея от 3,3,3 заключается тем, что во-первых, школьник способен догадаться до нее. То есть у нее есть решение, которое, что называется, ничего правильного смысла не требует. Можно придумать конструкцию, и я даже надеюсь, что, ну не сегодня, вам это дело рассказать. А вот есть решение, намного только интереснее. Есть решение, которое объясняет, как вот это вот число хромсея от 3,3,3 связано с замечательной совершенно гипотической конструкцией, которая называется конечное поле из 16 элементов. Или то же самое поле Гуа. Сначала два слова про числа хромсея, почему оно не больше 17. А потом давайте я уже подробно объясню про поле из 16 элементов и объясню, причем там рассказ. Господа, смотрите. Если у нас с вами есть граф на 17 вершинах, что такое 3,3,3? Это значит, нас интересует или красный целиком треугольник, или синий целиком треугольник, или зеленый целиком треугольник. Понятно? Понятно. Давайте я докажу, почему он обязательно существует. Это уже звучало, быстренько. Если есть одна точка из 17, то из нее всего выходит 16 отрезков. 16 разделить на 3 больше 5. Значит, обязательно будет выходить... Что будет выходить? 6 отрезков. 6 отрезков одного цвета. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, например, пусть это будет шесть красных отрезков. Все они красные. Тогда, если они между собой где-нибудь цветные красные, то все. У нас есть красный треугольник. Значит, эти шесть точек соединены могут быть только синими и зелеными. Но их шесть. А мы с вами знаем, что число Рамсея от 3,3 это шесть. Значит, здесь где-то обязательно найдется или красный, или, извините, или синий треугольник, или зеленый треугольник. Ну, для тех, кто не помнит это, ну, опять сделайте так. Возьмите точку, посмотрите, там, из нее выходит 5 отрезков. Значит, из них или 3 одного цвета, там, 2, то есть 4 одного, или там, все 5 одного цвета. Ну, скажем, представьте, из нее выходит 3 синих отрезка, да, и 2 отрезков. Допустим, в таком случае здесь не может быть синим, значит, здесь зеленым. Здесь не может быть синим, здесь не может быть синим. Ну, и все, представите, получилось. Так вот, я только что доказал, что это число не больше 17. Для того, чтобы доказать, что число Рамсея в точности 17, я должен сейчас явить вам граф на 16 вершинах, в которых каждое вебро красное, зеленое или синее, и в котором нет целиком красного треугольника, нет целиком синего треугольника, нет целиком зеленого треугольника. Замечательно. Я это сейчас сделаю. Повторяю, сделаю я это не элементарно путем умного школьника, который здесь существует, который здесь красивый, а я сделаю это, рассказав о том, что такое поле из 16 элементов. Повторяю, я должен рассказать, что такое поле из 16 элементов. Разрешите, пожалуйста, я сначала быстренько расскажу, что такое поле из двух элементов и что такое поле из четырех элементов. Просто потому что это мне понадобится. Значит, господа, поле из двух элементов, это очень просто. Это остатки отделения на 2. То, что называется вычеты по модулю 2. Значит, умножать 0 на что угодно, это всегда 0. 1 на 1 это 1. Складывать 0 плюс 0 0, 0 плюс 1 1, 1 плюс 0 1, 1 плюс 1 0. Вот такая таблица сложения и вот такая таблица умножения. Все. Поле из двух элементов задается в точности такими двумя таблицами. Такой вот категории. Сейчас давайте разберемся, что будет, если мы добавляем к полю из двух элементов еще, собственно говоря, еще какой-нибудь. Вообще, надо для начала объяснить, что такое алгебраическое расширение данного поля. Давайте я это объясню с одним образом. Вот что такое корень из двух? Вы прекрасно знаете. Это нужно нарисовать треугольник, прямоугольник, с катетами длины 1. И вот длина этого отрезка, это как раз длиной корень. Отлично. Но это истиметр. А представьте себе, что нам запрещено пользоваться геометрическими конструкциями. И нам нужно объяснить, какому-то алгебраисту, что же такое корень из двух. Тогда мы на самом деле ему скажем. Знаешь, вот пока просто корень из двух написан. Вообще ничего делать не надо. Корень из двух замечает число. Считай, что уже это ответ. А вот когда увидишь где-нибудь корень из двух умножить на корень из двух, то что обязательно должен сделать? Заменить на? Два. Два. Господа, как это на самом деле выглядит по-другому? Да. Да. Четный чисел по модеру 2 равным. Целка четного числа. Нечетная сумма нечетного числа. Придление нечетного числа. Нечетное число. Придление нечетное число. Придление двух четных чисел. Что перейте, вы придете сюда и больше не спросите. Вы спросите, почему 1 плюс 1 это 0? Это то же самое верно. Мысленно должны себе представлять, что 0 это значок чёрный, 1 это значок нечёрный. Соответственно, там написаны правила о чёрных и нечёрных числах. Понятно, да? Сумма там 2 чёрных такая, 2 чёрных такая, 2 чёрных такая, 2 чёрных такая. И действительно, так и будет для чёрных и нечёрных числах. Понятно? На самом деле, дальше снимем. Потому что, хорошо вам ещё понимать, что бывает не только чёрные и нечёрные. А бывает такое понятие, как остаток отделения на 3. Отделения на 3 бывают три остатка. 0, 1 и 2. И для них можно нарисовать такую стадричку. И остатки тоже можно складывать, и остатки тоже можно перемножать. Понятно, да? Не забывая каждое. И вот если это всё прочувствуется, то тогда станет понятно, почему поле двух элементов именно такое. Ответил вам? Отлично. Теперь давайте вернёмся, господа. Итак, корень из двух – это что такое? Это такое число, что если его умножить на себя, то получится двойка. Вот обратите, пожалуйста, внимание. Можно относиться к этому просто как к символу. Вот давайте просто считать, что это такая одна картинка. И вот эта картинка, умноженная сама на себя, даст двойку. Как это ещё по-другому объяснить? Значит, когда видишь, что возводится в квадрат это число, пиши двойку. Вот так. Понимаешь? Итак, я хочу, чтобы у меня поле вместо двух элементов стало бы содержать… Сколько? Четыре. Четыре. Там, конечно, должно остаться число двое. Там должна остаться единица, но там ещё должен добавиться какой-нибудь символ. Давайте я его обозначу, какой альфа. Замечательно. Но если у меня альфа есть, то альфа плюс один, конечно, что нужно быть? Ребята, и вот кроме этого ничего быть не должно. Таблица сложения. Таблица сложения. 0, 1, здесь альфа, здесь альфа и здесь у меня альфа плюс один. Замечательно. Замечательно. Вот сейчас я попытаюсь, я не знаю, что такое альфа, но я попытаюсь как-нибудь заполнить эту табличку, чтобы выполнялись естественные правила жизни. Ну, например, как вы думаете, сколько будет ноль плюс ноль? Ноль. 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 Это, конечно, мне не следует, но вот я хочу, чтобы та табличка у меня целиком пошла. Значит, один, один, ноль. Замечательно. А сколько будет ноль плюс альфа? Альфа. А ноль плюс альфа плюс один? А альфа плюс один? А альфа плюс один плюс один? А альфа, потому что один плюс один это ноль, а альфа остается. Отлично. Замечте, я не знаю, что такое альфа. Это примерно так же, как если бы меня сейчас пустили сдавать экзамен японскому языка. Я слышу, что кто-то там поздоровался с преподавателем. И я так же. Понятно, да? Я не знаю, что это такое, но так на всякий случай. Вот. И я не знаю, сколько-то секунд я бы там продержался. Вот и здесь мы тоже самое, пытаемся сколько-то секунд продержаться. Итак, ноль плюс альфа, а альфа плюс один, альфа плюс один. Замечательно. Альфа плюс один. Смотрите, а не получается сдавать экзамен? Альфа плюс альфа сколько? Ноль. Конечно хочется, чтобы это было ноль. Альфа плюс альфа плюс один. Мы договорились, что альфа плюс альфа не ели. Один. Альфа плюс альфа плюс один по традиции один. Альфа плюс один плюс альфа крое. Ребята, вот это называется прямая сумма двух групп вычетов по уровню 2. То есть вообще в математике принято это обозначать так. З2 плюс Z2. Имеется в виду следующее. У нас есть число 0 и 1. И у нас есть числа 0 альфа. Ну и можно из них сделать еще альфа плюс один. Вот. Смотрите, каким забавным свойством обладает эта табличка. В каждой строке все элементы присутствуют по одному разу. В каждом столбце все элементы присутствуют по одному разу. Вот. Хорошо. Теперь дальше намного интереснее. Мы их сейчас перемножать должны. 0, 1, альфа и альфа плюс один. Ребята, сейчас выяснилось, что как ни странно, опять-таки довольно многое мы уже можем написать просто из общих соображений. Ведь на 0 умножать, что угодно, хочется, чтобы ответ на все равно умножать. Здесь я сразу пишу 0. Здесь я тоже пишу 0. На единицу умножать. Желательно, чтобы ничего не менялось. Значит, здесь тоже, да? Альфа на единицу это альфа. Альфа плюс один на единицу это альфа плюс один. Отлично! Вот она проблема. Альфа квадрат. Что это такое? Альфа плюс один. Давайте подумать. может ли так быть что альфа квадрат это у нас альфа нет дело в том что альфа а если мы хотим чтобы все было как в обычных числах то можно сокращать сократим получим что на альфа равно единице это безобразие значит если бы это раньше было верно то у нас сразу получилось что альфа альфа квадрат это не альфа квадрат это что ребята заметьте табличка заполняется единственным способом теперь интересно что будет когда альфа умножаешь на альфа это если раскрывать скобки но по симметрии 5 квадратSI альфа квадрате еще что такое это аквадрата квадрат тысяч 2Ha но два альфа это ноль, а альфа квадрат это альфа плюс один, альфа плюс один, плюс один, один плюс один, ноль, здесь будет альфа. Победа. То есть сейчас произошло. Я только что написал вам абсолютно точно, совсем подробности, таблицу сложения и таблицу умножения для более из четырех элементов. На самом деле великий французский математик Эвелли Кулак очень рано и, между прочим, так не сумевший поступить в университет, это замечательно была история, когда он аж два раза не поступал, два раза не проходил экзамена, потому что там какие-то у него были проблемы с экзаменатором, то он считал, что вопросы слишком простые, то еще что-то. Ну, в общем, кому интересно, почитайте эти удивительные биографии. Вот погиб он, в конце концов, на дуэли, в общем, никто не знает как, но умудрился успеть в очень юном возрасте написать совершенно замечательные математические работы. Совсем мало, но тем не менее, они действительно эти работы очень-очень сильно воздействовали на всю алгоритму. И вот в частности, конечные поля, это, что называется, он придумал, да? Конечно, если бы его не было, все равно бы их придумали. В этом смысле в математике все фундаментальные вещи, просто это произошло бы по-другому, гораздо позже и так далее. Так вот, господа, я выписал вам сейчас таблицу умножения и таблицу сложения для поля из четырех элементов. Сейчас я должен рассказать, каким образом, исходя из поля, в котором четыре элемента, я построил поле, в котором шестнадцать элементов. Давай, мы шли. Сразу скажу. На малом мехмате была уже прочитана лекция, в которой то же самое, я рассказывал гораздо подробнее, через пять часов. Я там объяснял, что теоретически некие вещи, да, по этому поводу. Там, по-честному, устроили и поле из трех элементов, и из восьми, и из девяти. То есть там было все. Кому интересно, советую посмотреть. И вторая вещь, которую я очень завидую, это книжка Аршинов и Садовский «Коды и математика». Действительно интересная и очень полезная вам книжка. Повторяю, Аршинов, Садовский «Коды и математика». Там, собственно, про конечные поля мало написано, но зато там очень хорошо написано о разнообразных применениях, а это, пожалуй, даже поинтереснее. Ну, в общем, начнете ее читать, поймете, что я ее советовал. Композиторский «Коды и математика»